Вечер добрый. На радио Финам ФМ программа «Вот такая история. Люди войны». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков, а в гостях у нас сегодня Юрий Моисеевич Эскин, заместитель директора Российского государственного архива древних актов, историк-архивист. Ну, собственно, в гостях, как и неделю назад. Так уж получилось, дорогие друзья, что мы в течение одной программы не справились с темой Дмитрия Пожарской, настолько монументальна эта фигура в нашей истории, настолько интересный и, по большому счету, неизвестный персонаж нашей истории, что вот я решил нарушить традиционное правило, укладываться в одну программу, и Дмитрию Пожарскому мы посвящаем целых две. Наверное, стоит напомнить, почему мы это делаем именно сейчас, именно в ноябре, ну, потому что 7 ноября 1612 года Дмитрий Михайлович Пожарский во главе народного ополчения окончательно освободил Москву от польских захватчиков, то есть завершилась военная часть смуты того времени, политическая, к сожалению, еще не завершилась, еще продолжались всякие безобразия. Ну, а вторая причина — это то, что сам Дмитрий Михайлович Пожарский по одним данным родился 1 ноября, ну, а по другим данным 1 ноября он был крещен, что в средневековой Руси, Москве, в общем, отмечалось куда... являлась куда более значимым актом, да, день крещения, чем день рождения, и праздновали именно день ангела, а не день рождения. Такова была наша православная традиция. Итак, мы остановились на 1611 годе, на том историческом моменте, когда Дмитрий Пожарский во главе маленького отряда, как я понимаю, состоящего из его ближних воинов, да, из его слуг, на Сретенке, в крохотной деревянной крепосте, недалеко от собственных, кстати говоря, собственного поместья в Москве, на Лубянке. Дал бой, в результате которого он был ранен, причем, получил две раны, если не ошибаюсь, в ногу и в голову. В голову шестоперам было такое оружие страшное, да? Ну, точно неизвестно, но раны были действительно тяжкие, может быть, и обожжен был, потому что там начались страшные пожары. И был отвезен в Троице-Сергиев монастырь, где, как вы понимаете, монахи в течение многолетних боевых действий во время страшной осады Троице-Сергиев монастыря, войсками Тушинского вора, лесовчиками и так далее, конечно, получили большие медицинские, скажем так, познания и опыт, уже не говоря о том, что тогдашний русский монах, как правило, был отставным воином. По большей части ведь монастыри, это были чем-то вроде, так сказать, местами пенсионного, скажем так, Дома ветеранов. Да, 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 пребывание русских служилых людей, дворян и боевых холопов, которые уходили в монастырь в пожилом возрасте, они все были ранее воины, и, конечно, всегда могли дать отпор в случае, если на монастырь нападали. Ну, то есть, системная военная медицина у нас началась, как известно, с Пирогова, во время Крымской и Восточной войны, но на самом деле, науки-то, конечно, имели куда ранее. Ну, конечно, аптекарский приказ 17 века, там уже была военная медицина. Итак, раненый Пожарский в Троице-Сергиевой лавре, а потом в своем поместье Мугреево, и вот, ну, лечится человек, находится вдали от центра событий. Есть даже такая точка зрения, я ее где-то вычитал, мне она крайне не нравится с эмоциональной точки зрения, что он вроде как отсиживался, ждал каких-то предложений с какими-то политическими преференциями, что вот о нем вспомнят и куда-то позовут, тем более, что, в общем, кроме как о нем вспомнить особо было и некому. Нет, ну, это рассказ не фантазии, никаких, я вам точно говорю, как историк-архивист, это все полная чпуха, никаких данных про это нет. Заново выплывает имя Дмитрия Михайловича Пожарского в то время, когда он больной, лежит у себя в имении. Летом того же года, значит, бои были в марте, а это лето, когда Никита Григорьевич Чарлов, дворянин, который остался на службе Сигизмунду, попросил себе у правительства Семибоярщины, так называемого, в поместном приказе, часть вотчины Дмитрия Михайловича Пожарского, потому что он у воров служит, Пожарский в смысле, и государю, то есть Владиславу Сигизмундовичу изменил. И действительно, ему правительство, значит, это вот уже, так сказать, Сигизмундовское, выдает ввозную грамоту, то есть ввод во владение на часть поместья Дмитрия Михайловича Пожарского. Причем именно вот в том количестве поместья, то есть в четвертей земли, так называемых, но долго объяснять, что это такое, которое, собственно, по рангу этого дворянина Орлова ему, так сказать, причиталось. На большее, так сказать, он как бы не претендовал. Вот. И Дмитрий Михайлович Пожарский получает, так сказать, у него как бы, ну, формально забирают это владение. Другое дело, что фактически, конечно, это не состоялось. Ну, по той простой причине, что, конечно, никакой там Орлов, вот, не мог обладать никаким воинским отрядом, чтобы поехать в это имение и ввести себя во владение, в то время как Дмитрий Михайлович, конечно, был окружен отрядом своих боевых холопов, своих казаков, которые ему служили, и даже своих дворян. Но об этом дальше. Надо сказать, что Прокопий Петрович Ляпунов, который возглавлял вместе с Трубецким и Заруцким первое ополчение, которое уже в это время осаждало Москву летом 11-го года, обратил внимание, видимо, на то, что, значит, этот самый Орлов хлопочет о поместье. Ну, хотя шла война, но вы понимаете, что в то время, ну, как бы, вот, одни к другим переходили, все об этом знали. И Пожарскому дали в это время, уже за заслуги, вот, в этих московских боях, грамоту на село Воронина в Костромском уезде. Но там, конечно, не было написано, что это взамен, но, в принципе, было написано. И она была, между прочим, с личной печатью Ляпунова. Подлинника не сохранилась, но сохранилась ее копия. И там написано, что там личная печать Ляпунова. Это что означает? Это означает то, что о нем знали, его помнили, и его считали своим соратником, руководители первого ополчения. Он же действительно просто был больным, он просто не мог к ним присоединиться. И только осенью этого года он опять появляется в исторических источниках. Это уже связано с Козьмой Мининым. Ну, вот, молва, что называется, гласит о том, что к нему в поместье прибыли люди из Новгорода, из Нижнего Новгорода. Да, это правильно, так и было. С тем, чтобы сделать ему некое предложение с некой военно-политической идеей, кто были эти люди. Ведь это был не только, в тот момент, и не столько Минин, как я понимаю. Там была такая ситуация. Дело в том, что Нижний Новгород оставался непокоренной территорией России. Этот могучий и богатый город, кто был в Нижнем Новгороде, тот помнит замечательный его Кремль. На высоких горах, практически неприступный, конечно же. Вот. Несколько раз отбивал нападение всех абсолютно захватчиков, которые пытались до него достигнуть. Если другие города России, ну, ввиду чрезвычайных обстоятельств, то целовали крест, то есть присягали Василию Шуйскому, то, значит, одному самозванцу, то другому, то еще кому-нибудь, то уже потом Владиславу Сигизмундовичу, то опять Тушинскому вору и так далее, то нижегородцы твердо держались абсолютно одной позиции. У нас есть один законный царь, Василий. Ну, не будем сейчас говорить о его моральных качествах, но он все-таки... То есть Шуйский. Да, Шуйский. Он все-таки помазанник Божий. Вот. И никакого другого царя нам не надо. И надо сказать, что их пытались принудить к целованию креста и, значит, Лжедимитрию Второму, царю Дмитрию Ивановичу, якобы спасенному, и Владиславу, но это сделать не удалось. Тут еще такая ситуация. Там, в Нижнем Новгороде, был своеобразный такой классовый мир. Например, в Костроме или Ярославле очень враждовали между собой дворянство и купечество. Служилые люди мелкие и, значит, крупные, так сказать, близкие к боярству. А в Нижнем была другая ситуация. Это был регион, в котором было очень много потомков вольных новгородцев, которых еще Иван Третий, значит, сослал в Нижний Новгород, расселив там москвичей. Вот. И они, в общем, конечно, потеряли многое, но они помнили, в общем-то, свое боевое, значит, вольное прошлое. Там было много пришлых, да, в том числе служилых иноземцев, крещеных. И там не было особой знати. И там как бы вот дворянство и купечество... То есть вольный город в широком смысле, да? Да. И дворянство и купечество, там были друг к другу как-то психологически и имущественно ближе. Там не было крупных бояр, таких вот, у которых были огромные владения, и которые сильно отделялись от других. Там не было очень крупных купцов, как, допустим, в Ярославле, таких олигархов, типа Никитниковых, или там типа Строгановых, вот, Северных. Там как-то все они были, в общем-то, говорят, друг к другу ближе. И они были сплочены, очень сплочены. И в какой-то момент они поняли, что надо, в общем-то говоря... Потом, понимаете, они были связаны с торговлей. Они же стояли на Волжском пути. То есть это торговый путь от Запада к Востоку, от Швеции до Персии. И, в общем-то говоря, они с этого имели большие доходы. И с Сибирью были связаны, соответственно. И поэтому они, да, они несколько раз отстояли Волжское побережье, вот, свой берег, от, значит, крупных довольно отрядов, например, Александра Лисовского и других. Вот. И поэтому они поняли, что надо что-то делать, действовать. Они несколько раз ходили в походы, например, на Кострому, на Ярославль. Значит, воевали с Балаханскими там... Прошу прощения, уже была некая организованная военная сила в Нижнем Новгороде. Да, да, да. У них было достаточно хорошо... Их, скажем, боевой корпус, это были, конечно, служилые люди Нижегородской городовой корпорации. Они были сплочены, они были... Хорошо вооружены, видимо, да? Да, 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 хорошо обучены и так далее. Там был такой воевод Алябьев. В общем, человек довольно знатного рода и хороший полководец, но, естественно, не общероссийского уровня. Вот. И поэтому там как-то... Именно там начала выкристаллизовываться идея о том, как, в общем-то, Отечество можно спасти и восстановить порядок. Причем дело было, конечно, не в том, что там в Кремле сидят именно там поляки. Дело было в том, что в окружающей... Во всей стране, во всей стране везде полный, скажем так, раздрай, полная разруха, как сказал классик, разруха в головах. Ну, полное отсутствие управления в тот момент. Да, 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 да. Конечно, богатый город это тревожило. Да. И главное, что им было надо, это им надо было полностью установить одинаковое управление на всей стране, а потом уже заняться Москвой. Потом уже. И вот там появляется человек, земский староста, Казьма Минин. Существуют разные версии о том, когда он появился в Нижнем и Нижегородец, ли он. В 70-е, 80-е годы 20-го века установилась точка зрения, которую поддерживают некоторые крупные современные историки, о том, что Минины из Балахны, из города, который находится недалеко, от Нижнего известный город или Балахна, как, наверное, правильнее говорить. Потому что там действительно в Балахне вплоть до 19-го века и в те времена было несколько состоятельных семей с фамилией Минин. Но некоторые современные исследователи объективно говорят, что скорее все-таки он был коренной Нижегородец. Потому что, во-первых, в родословной известного купеческого рода Мининых, которым причисляют Казьму, его нет, а это родословные 17-го века, то есть которыми поминали в церквах, синодики так называемые. А во-вторых, а в родословной самого Минина нет тех его дедов-прадедов, которые есть в этой родословной. И, похоже, он все-таки коренной Нижегородец. Но это другой вопрос. И, кроме того, его избрали земским старостой. То есть он стал главой Нижегородского купечества, именно вот сословия купеческого, торговцев, хотя не был самым богатым человеком в Нижнем. Его состояние в целом оценивалось в 300 рублей. Но это вместе с домом, земельными участками и так далее. Он торговал мясом и рыбой. Прошу прощения, а можно провести какую-то аналогию, чтобы понять, что такое 300 рублей в начале 17-го века? Ну, скажем так. На сегодняшний день примерить? Ну, на сегодняшний пример, конечно... Я понимаю, что сложно, но... На сегодняшний пример это, конечно, трудно. Рубль... Ну, это миллионер, наверное, да? Ну, примерно, так сказать, это человек... Ну, это где-то... Ну, миллионером он не был. Вот. Это на сегодняшний день человек, который... Ну, представьте себе московского бизнесмена, у которого так... Магазин средней величины. Понятно. Вот примерно так. Но не миллионер. Ну, там, так сказать, дело там по... Строительное, там, средней величины. До миллиона, до миллиона. Ну, то есть, средний бизнес. Да, средний бизнесмен. Средний бизнесмен. Но, видимо, он был очень уважаемый. Почему вдруг среднего бизнесмена, среднего купца, богатые, очень богатые люди избирают на такой пост, на котором он занимается распределением налогов? Потому что налоги-то тогда накладывали на, как бы, целые общины. Вот. А не на каждого человека, не на бизнес каждого в отдельности. Он занимается судом, тем, что сейчас можно назвать этим сам, как он... Арбитраж. Арбитражем. Да, арбитражем. Совершенно верно. Вот. Это означало, что его очень уважали. Значит, избирали или назначали должностных лиц на Руси с древних времен на Новый год. А Новый год тогда был 1 сентября. Поэтому, судя по всему, именно в сентябре 11-го года он и начинает свою деятельность. И буквально одним из первых шагов по его деятельности это было то, что он собирает людей, ну, собирает, скажем так, конечно, актив, не всех подряд, и заявляет о том, что надо создавать новое ополчение и идти выручать Москву и выручать Родину. Но там же, насколько я знаю, еще роль церкви была очень серьезная. Именно Нижегородская церковь. Тут сложная ситуация. Значит, в принципе, уже через там несколько лет замечательному русскому книжнику, значит, одному из руководителей Троицы Сергиева монастыря Симону Азарьину, вот, Минин рассказывал, что однажды, ну, где-то в августе, была очень жаркая ночь, он спал в Повалуше, ну, то ли это было, значит, Повалушей называли либо мансарду на большом городском доме, либо беседку, башенку в саду. И ему явился Сергий Радонежский, который, скажем так, призвал его начать это дело, и хотя Минин сказал святому, что, ну, в общем, я как бы не гожусь для этого, вот, но Сергий, значит, настоял, чтобы он это сделал, даже не раз ему являлся. А надо сказать, что Минин, как о нем говорили в дальнейшем Пожарске, человек служивый, и эти дела ему за обычай. О чем это говорит? О том, что Минин, видимо, участвовал в боевых действиях, и был не просто купцом, но и достаточно, так сказать, компетентным в военных делах человеком. Один из дворян Нижегородских, который, как бы, у него был дальний прицел в дальнейшем занять первые места в ополчении, некто Биркин, сказал Минину, да не являлся тебе никакой Сергий, это ты врешь. Минин ему сказал, помолчи, я кое-что за тобой знаю, что вот если я сейчас здесь скажу, то тебе будет плохо. Биркин был нечист на руку. Вот. Биркин замолчал. Вот. И надо сказать, что нижегородцы откликнулись очень хорошо. Там некоторую роль сыграл нижегородский протопоп Савва Ефимьев. Ефимьев. Хотя, в общем-то говоря, меньшую, чем раньше считалось. Значит, дворянство хорошо к этому очень отнеслось. Как-то его, видимо, все очень уважали и хорошо к нему относились. И действительно, но он, надо сказать, предложил, конечно, страшные драконовские меры по сбору денег. Потому что огромные суммы он наложил на население. Но он же и все свое отдал. Да, да, да. Он, значит, заявил, что у него 300 рублей, и он отдает часть этих денег. Ну, там говорили о том, что такая некая вдова там полторы тысячи принесла. Но это, конечно, не может быть. Но это означает, что вдова была по меньшей мере из семьи Строгановых. Что вряд ли. Вот. Но неважно. Короче говоря, большие деньги начали собирать. Потом, значит, народ закочевряжился, стал говорить, что вот... Между прочим, ну, там, когда иногда говорят, что вот, он там начал закладывать действительно жены детей. Но это, конечно, в общем-то говоря, уже фигура речи, как говорится. Никаких подобных вещей он не совершал. Он был не враг самому себе и своему родному городу. Вот. И тогда у него спросили через некоторое время, когда начался сбор этих средств, а вот как ты, собственно, мыслишь, это войско-то? На что он сказал, что войско, это не то, что вот мы себе представляли раньше, не каждого встречного поперечного. Мы будем брать людей, только хороших, проверенных воинов, платить им очень хорошие деньги. Других же брать не будем. То есть не превращать это в партизанскую войну, а делать нормальную, полноценную, пусть и маленькую армию. Да, нормальную, полноценную, регулярную армию. А ему сказали, а какой есть человек, который может это возглавить? И он сказал, есть князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Дмитрий Михайлович Пожарский жил в это время в этом своем имении. И это, конечно, были уже, вот это рубеж уже нижегородских владений, но, естественно, его в Нижнем знали. Почему? Он был крупный вотчинник этих мест. И я лично уверен, что Минин и Пожарский были знакомы. Понимаете ли, Минин по роду своей хозяйственной, скажем так, торговой деятельности был торговец мясом. То есть, естественно, он же не мясо покупал, а скот. привозил его... Да, он же бойня был. Он был у помещиков, у крупных землевладельцев. Одним из крупнейших землевладельцев был Дмитрий Михайлович. И, естественно, он в деловом отношении не мог с ним не общаться. И, кроме того, есть еще один момент. У них же был один святой. Они оба были крещены казьмами. Москву спасли два казьмы. Вот что интересно. И это, я думаю, на Дмитрия Михайловича Пожарского, когда к нему явился казьма Минич, оказало определенное психологическое влияние. У них один святой. Они, в общем-то, крестовые братья в какой-то степени. Понимаете? И в новом летописце, вот в том официальном историческом труде, который под руководством Филарета Никитича после смуты был создан, написано совершенно четко. А у них было по слову. Что означает, что вполне вероятно, что когда Минин на площади перед приказной избой выступил с этой речью, возможно, он перед этим уже договорился о чем-то с Пожарским. А потом, судя по всему, несколько раз к нему ездил для того, чтобы выработать соглашение. А потом, когда казьма Минин сказал, что вот есть Пожарский. Пожарского, конечно, в Нижнем прекрасно знали по боям в Москве. Вот. Там было немало свидетелей этого. И тогда собралась такая делегация, между прочим, без Минина, а, скажем, более знатных и чиновных людей, представители Нижегородского дворя. Да, да. ВИП-персоны, да. Совершенно. Это там Болтин такой знатный дворянин был. И несколько других духовные лица, они к нему приехали и спросили у него, согласен ли он. На что он сказал, что, ну, в принципе, да. Ну, существуют легенды, что он там мгновенно выздоровел и так далее, но это позднейшие там легенды. Он сказал, что да, я соглашусь, но при одном условии. Я буду решать, как будет организована армия. И у меня должен быть человек, который будет собирать средства и руководить всем хозяйственным делом. А кто это, спросили они? А у вас есть такой человек? Казьма Минин, сказал Дмитрий. Ну, что косвенно подтверждает вашу же теорию, о том, что они встречались. А у них было все по слову. Ну, они сказали, ну, хорошо, мы согласны. И после этого, в общем-то говоря, и начался этот сбор уже не просто средств, а армии. А тогда было много людей, которые были готовы туда пойти. В это время, например, в окрестностях Нижегородчины было несколько сот прекрасных воинов, смоленских, вяземских, можайских дворян, которые лишились своих владений, потому что им нужно было присягнуть Сигизмунду, а они этого не хотели. Соответственно, Сигизмунд их выгнал. Им, значит, тушинский вор хотел дать какие-то владения в Нижегородчине. А в Нижегородские крестьяне сказали, а вы вообще кто такие? Чего это вы, так сказать, какие-то ваши приехали с какими-то там грамотными бумажками. Понаехали тут. Понаехали тут все подписаны и выгнали их. Тем более, что они были дворцовые крестьяне и, в общем-то говоря, открывали, как говорится, в приказную избу дверь ногой. И они оказались не у дел совершенно. И вот Дмитрий Михайлович едет во главе своего отряда личного своих казаков и дворян в Нижней по дороге встречает этих людей, принимает их на службу. И дают им сразу, их сразу верстают окладом. В принципе, верстали на Руси людей, служил их землями. Землями с каким-то количеством крестьян. Но тут, конечно, никакими землями поверстать было нельзя. Земли неизвестно, кому принадлежат. И он им сразу, вместе с Мениным, организует такую градацию в зависимости от качества данного воина, несколько, скажем, таких вот групп, степеней, по 15 рублей в год, 20 рублей в год, 25 и так далее, и так далее. Вот. Надо сказать, что это была очень крупная сумма. Простой дворянин на Руси денежного оклада получал 3-4-5 рублей в год, допустим, при Борисе Годунове. Ну, естественно, об этом прослышали сразу очень многие люди, которые, в общем, готовы были отдать свою саблю тому, кто, так сказать, больше платит. Но тут брали далеко не всех. Потому что людей, которые слишком сильно были замазаны в перелетах туда и сюда, стремились не брать. Брали иностранных наемников. Ну, то есть, вот сугубо такой термин наемники, наемническая армия не годится в данном случае. Все-таки был какой-то идеологический отсек, да? Это не наемная армия. Ну, в какой-то степени. А ну, они получали жалования. Нет, ну, это нормально. Они были наемные. Солдат, эфцер должен на что-то жить. Они заключали какой-то договор, ряд они заключали о том, что они будут служить. Но они заключали договор с обществом, а не с частным хозяином, не с, допустим, каким-то вольным командиром. Ведь тогда наемники, так сказать, заключали договор с вольным командиром, командиром вольного отряда, так сказать, или невольного, там, допустим, Долагарди и так далее, так далее. Причем эти командиры делали такую вещь замечательную, вот от чего, кстати, армия Дмитрия Шуйского в значительной степени распалась. Он не выплатил им жалования перед сражением. Это типичная ситуация тогдашнего времени. Ну, да. Кто-то же погибнет. Какой смысл? Все командиры стремились к этому. Конечно, и русские, и иностранные воины были страшно этим обижены. Они же понимали, чего он хочет. Вот. Его вообще терпеть не могли. И чем больше потери, тем больше денег останется у воинначальника. Да, значит, вот. И вот начинается сбор воинов. Причем, надо сказать, они набирали небольшую армию. Они стремились к числению, к большому числу. Они набрали всего несколько тысяч человек. То есть, когда дошло дело до Москвы, то в Москву пришло там где-то тысяч десять, не больше. Может быть. Ну, может быть, пятнадцать. Вот. Они стремились к числу. Можно было набрать хоть там тридцать тысяч. Им это было совершенно не нужно. Им были нужны определенные люди. Ну, вот он же не сразу пошел с этим отрядом. Из Нижнего вышло вместе с Пожевским четыре с половиной тысячи сабель. Да. Он же не на Москву сразу нацелил свой удар. Он начал защищать, зачищать, что называется, пространство вокруг Москвы с восточной части. Я так понимаю, из севера. То есть, это Ярославль та же самая. Кострома, Владимир. Да, Суздаль и так далее. Вот. Они начали постепенно очищать это пространство от тех отрядов, подчинявшихся то одним, то другим, то третьим, и менять администрацию населенных пунктов на своем пути. Ну, часть администрации признавала их власть. Часть не признавала, кто не признавался, меняли. Вот. Причем, ведь были такие вещи, что иногда там города, так сказать, отказывались их впустить. Тогда они применяли силу. А иногда ситуация была такая, как, например, вот, что город восставал при их приближении, и воеводу, буквально, значит, врывавшиеся в город вот войска админина и пожарского, вынимали из петли, потому что он так уже насолил народу, что его собирались, значит, при приближении их уничтожить. Надо сказать, что когда они прибыли вот в Ярославль, то они наложили довольно большую, скажем так, как бы взяли в долг, но контрибуцию наложили на купечество, надо сказать, что им уже из разных мест России в Нижнем, в Нижнем присылали деньги довольно много. В частности, присылал и Никитников, вот, присылали и другие купцы крупные, которые держали в своих руках, например, солеварни, там, рыбные промыслы и так далее, так далее, это были очень богатые люди. Вот, но они взяли еще, потом некоторые купцы даже еще в 20-е годы 17-го века жаловались. Вот, но выхода другого не было. И вот они идут, постепенно, так сказать, приближаются к Москве, но очень медленно, но дольше всего они сидят в Ярославле. И тогда вот Келлэр Авраамий Палицын, Троицергиевого монастыря, ужасно злобствует на них, пишет им разнообразные послания о том, что они там якобы трапезолюбцы, что они там ничего не делают и так далее. Это было, конечно, абсолютно неправда. Авраамий Палицын был человек, скажем так, сложный и достаточно многоликий. Вот, он поставил как бы на, так сказать, сначала он поставил там на Сигизмунда с Владиславом, вот, потом он поставил, ну, он был руководитель хозяйства крупного монастыря, там гигантское количество вочин, ему нужно было как-то, так сказать, эти владения спасать, а желательно еще и приращивать. Вот, кроме того, он был блестящий публицист того времени, и вот он поставил на Трубецкого с Зарудским. Он поставил на Трубецкого с Зарудским и стремился, и все время считал, что это идет им некое вспомогательное войско, так, не имеющее никакого отношения к власти. Ну, вот, какой-то там пожарский, ну, так сказать, еще молодой, сравнительный человек, он абсолютно не понимал, что это основная сила. Этого не понимали и в Москве, этого не понимали и в Варшаве. Нигде этого не понимали. Семи Боярщины правительство писало, ругаясь, значит, во все стороны от Рубецком и Зарудском. Про это правительство она вообще не писала. Вот. А тем временем в Ярославле организуется правильная регулярная армия с пехотой, с конницей, с артиллерией. Туда приходят казаки, которые смотрят, как живут тут ратники пожарского и просятся к нему на службу. Кого-то он принимает, кого-то не принимает. Туда привозят артиллерию, пушки. Там образуются приказы, то есть министерство современного порядка. Ну, то есть правильное правительство, да, по сути. По местный приказ, то есть приказ, ведущий земельными владениями, разрядный приказ, то есть военное министерство и генеральный штаб. Там организуются, туда приезжают диаки, значит, опытные администраторы, которые организуют нечто вроде посольского приказа, то есть министерства иностранных дел. Начинаются переговоры со шведами, сидящими в Новгороде, с императором Священной Римской Империи и посылаются туда грамоты и, между прочим, очень действенны там эти были вещи. И возникает совет всей земли, то есть это нечто вроде Боярской думы. Туда, скажем так, для представительства приглашаются бояре с громкими именами, князья, знатные люди, часто очень пожилые люди, но которые, в общем, представительствуют, а Пожарский там именен на каких-то 12-13 местах сидят формально. Туда приглашают епископов, чтобы был такой освященный собор так называемый. И это все приводит к тому, что, по сути дела, туда начинают уже писать. Налоги начинают собираться и вестись в Ярославль, земли начинают прирезаться, и урожай снимается. Опять же, это везется в Ярославль и так далее, и так далее. Организуется правительство. Надо сказать, что это очень не нравится подмосковным казачьим таборам, очень не нравится Авраамию Палицыну, Трубецкому и Зарудскому, потому что они видят, что они как бы теряют почву под ногами. Почему? Ведь они назначали местное управление, они посылали воевод, которые сменили воевод Семипоярщины. А тут Пожарский и Минин назначают свое руководство вплоть до Архангельска и Тобольска. И те оказываются без средств, в общем-то говоря, и связей, и денежных средств. И они, по сути дела, голодают. А они, в общем-то, на самом деле, блокируют, ну, в общем, немаленький польско-литовский гарнизон, в общем, они кое-что делают. Нельзя сказать, что они ничего не делают. Другое дело, что у Сигизмунда нет сейчас в этот момент больших сил, чтобы там что-то сделать. Да и вообще в Польше большой раздрайник. Кто не знает, нужно ли посылать туда Владислава. Владислав еще мал. Ну, так сказать, Сигизмунда тоже можно понять. Ну, слушайте, страна, в которой одного за другим поубивали нескольких царей, наследников престола. Он туда пошлет сына. Там его тоже, понимаете, убьют или что-нибудь сделают там. Ему тоже, в общем, это не очень интересно. И Сигизмунд, в общем-то, в некоторой растерянности. Тем более, что он швед. Он, в общем-то, плохо знает восточноевропейские и восточнославянские реалии. Это его, кстати говоря, всю жизнь, так сказать, минус был такой, его, как короля Польши. Прошу прощения, вот если резюмировать эту ситуацию, то получается, что вот та вот упрощенная трактовка, к которой мы привыкли с тех же учебников школьных, Минин объявил, Пожарского пригласили, набрали служилый люд, пошли, выкинули поляков из Москвы, смута закончилась и все отлично. Все было намного-намного сложнее. И Дмитрий Михайлович Пожарский играл вовсе не только чисто военную роль. Тут была и серьезная политическая составляющая, и административная, и экономическая. То есть, это действительно было параллельное правительство, которое постепенно прибирало Русь ту раздробленную, измученную гражданской смутой к рукам. Именно так. И только когда они это сделали, они двинулись к Москве. Вот то, чего не понимал абсолютно, Авраами и Палисон. И то, что он тиражировал свои знаменитые книги, которые все читали в 17-18-19 веках. Это поняли только историки 19-го века. И не исключен вариант, что приди они вот к неправильной стратегии, вернее тактике, то есть пойди они сразу на Москву, захвати они Москву. Потом, не факт, что это было бы последнее освобождение или захват Москвы. Нашлась бы какая-то другая аналогичная сила, сила, извините за тавтологию, и это могло продолжаться бесконечно долго. Я так понимаю, да? Ну да. И вот Пожарский именин наконец в 1612 году в августе-сентябре доходит до Москвы. Сюда приходит гетман Ян Карл Хаткевич с сравнительно небольшим, но превосходным по качеству военным отрядом. Ян Карл Хаткевич блестящий полководец, один из лучших полководцев военной Восточной Европы того времени, прошедший в Европе хорошую школу того времени, который под Кирхгольмом знаменитое было сражение разгромил одну из лучших в Европе тогдашних, шведскую армию. И надо сказать, что у него одна цель. У него огромный обоз, 400 повозок, говорят, с охраной, который надо доставить в Кремль, который, в общем-то говоря, блокирован. Ну, Китай-город и Кремль, который голодает, потому что все-таки казаки Трубецкого и Зарудского не дают ему покоя. То есть у него даже не столько военные цели были, сколько конвойные. Да, конвойные цели. Конвойные цели. Вот. И Хаткевич пытается пробиться в Кремль, но Пожарский успевает буквально на день-два раньше, и он занимает линию обороны по современному бульварному кольцу Москвы. Вот. Ставка его в районе Чертольских ворот, то есть нынешняя, значит, Причистенка, Причистенская площадь, вот как раз там до сих пор есть Обыдинский переулок рядом, где церковь Илья Обыдинова, вот около церкви Илья Обыдинова была Ставка Дмитрия Михайловича. Вот. Они занимают линию обороны, а со стороны Новодевичьего монастыря идет Клин Хаткевича. И вот Хаткевич, как пишет наш летописец, Акелев Рыкающий, бежит, это самое, скачет по полкам Сема и Авама, Сема и Авама, значит, направляя на бой ратников своих. И он надеется пробиться. Хаткевич хочет пробиться по нынешней Причистенке, ну, собственно, она тоже тогда была, с вазами. Да, ему, собственно, там немного надо. Ему надо дойти до Боровицких ворот, но до Боровицких ворот очень мощное укрепление тогдашнее Белого города, ныне не существующий. Там Чертольская башня могучая стоит. Вот. Дальше Москва-река, там уже делать нечего. Страшное сражение. Пожарский и Хаткевич в первых рядах войска минин тут же. И в какой-то момент даже удается преодолеть войскам Хаткевича, потому что там прекрасный значит крылатый гусар знаменитый, которые, в общем-то говоря, мощнейшим клином шли. Очень хорошая так называемая венгерская пехота. Ну, это не значит, что там были венгрии. Ну, понятно, да. Но это пехота, которая вот в тех краях возникла по образцу юночар. Очень хорошая. И ратники Пожарского дрогнули. Тогда он приказал слезть с коней. Они бились уже, хватающись за руки в рукопашную. И ему удалось отстоять. В какой-то момент с труси будила полковники, сидевшие в Кремле, вывели часть своих войск и попытались ударить спину Пожарскому. Но ничего хорошего из этого не получилось. Их перебили. Засевшие на стенах русские стрельцы перебили офицеров и они ушли обратно. Они буквально шатались от голода, как пишет современник. Толку от них никакого не было. И Хаткевич очень был поражен, надо сказать, вот такой вот страшной силой, о которой он совершенно не представлял, что такие тут есть, еще остались. Вот. Он думал, что таких воинов уже на Руси нет. Вот. И он отступает. Он отступает. И следующий, целый следующий день все зализывают раны. Пожарский ранен в руку. Пулей. Он пулей ранен был в руку. Вот. И он сидит вот в своей палатке. И на следующий день идет передислокация. Хаткевич перебросил свои войска на другой берег Москвы-реки. он перебросил за Москворечье. Перебросил за Москворечье. Ставкой сделал церковь Святой Екатерины. Вот. Ну, она до сих пор существует, но она сейчас 18 века. Другой ставкой его был острог Климентовский острожек. Это церковь Климента. Это около Третьяковской голеи. Это теперь такая большая красная церковь. Вот. Вот он там сидит и перебрасывает все вазы. И эти вазы уже по Ордынке идут по направлению к Москве-реке. Вот. А там на плавной мост был такой, чтобы переброситься на Москву-реку, через Москву-реку в той стороне. Но там было очень тяжело, потому что улица была страшно перекопана. Пожар же был страшный вот в марте. И там в сущности развалины и полуобгорелые дома стоят. И они вынуждены были закапывать ямы и так далее двигаться. Тоже ничего у них не получилось. Потеряли темп. Да, потеряли темп. Был страшный бой. Несколько раз переходил из рук руки Климентовский Острожек. Тут там казаки, потом Пожарский, потом венгерская пехота. Потом венгерская пехота вырезала сидевших там казаков. Потом казаки отступили. К ним в лагерь приезжал Авраам и Палицын просил их помочь. По более достоверным сведениям, воспоминаниям одного смоленского дворянина, повесть о победах Московского государства, есть такая повесть. Приезжал туда Минин. И он сыграл главную роль. Казаков уговорили и они выбили из Острожка и одних Венгрии 300 человек вырезали, как написано, современниками. Вот. И в конечном итоге Хаткевичу пришлось отступить. Он несколько дней просидел в районе Донского монастыря, он отступил к Донскому монастырю. Видимо, был психологический кризис у него, потому что это был непобедимый гетман, вообще-то говоря, раньше. Вот. И он, в общем, в конце концов сломался, как сказали бы сейчас. Там еще был у него наливайка, значит, запорожский атаман, только не северьян наливайка, который был до того, другой наливайка. Он просто убежал. Вот. И, в общем-то, Хаткевич, надо сказать, был, значит, страшным, страшным, так сказать, там сам, такой депрессией, он уехал. Вот. После чего прошло... Да. Прошу прощения, у нас такая ситуация, третью программу мы пожарскому посвятить не сможем. Да, 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 хотелось поговорить о том, что было с Дмитрием Пожарским после того, как он стал героем, победителем поляков. Но прежде, чисто, в телеграфном таком стиле, да, все-таки, вот, освобождение Москвы, вот эти вот дни с 1 по 7 ноября, да? Да. Вот, что было 1, что было седьмого, да? Ну, там, конечно, сейчас надо, трудно, я сейчас не, не вам, так сказать, точно, не расчислю по, значит, часам и дням, что было в тот или другой день, но началось все так. Значит, сначала начались переговоры с, значит, комендантами, с Трусим и Будилой. Вот эти, пока эти переговоры проходили, казаки Трубецкого и Трубецкого, уже Зарудского не было, он бежал, значит, захватили полностью Китай-город, вот, значит, Пожарский и его, значит, Пожарский и Трубецкой объединили свои войска, создали единый штаб, единый разряд, как тогда называлось, и в скором времени, вот, значит, вот, новому стилю 4 ноября, вот, так сказать, вошли в Кремль. Там они, значит, до этого за несколько дней были выпущены боярские семьи, в том числе Михаил Романов с матерью, которая там сидел, вот, и, значит, епископ Арсений Лосонский и другие, значит, знатные и знаменитые люди, и, в общем, эти бояре, они все уехали, значит, казаки пытались их, в общем-то говоря, вырезать, но Пожарский это не дал, бояр и не бояр, и, значит, как бы они уехали на Богомоле, но они понимали, что здесь светиться нечего. Проходит еще пара месяцев, и начинается, тут совет всей земли, бояре и воеводы, это называется, они рассылают все распоряжения, они во главе государства. Проходит пара месяцев, начинает собираться земский собор, то, к чему они стремились. И земский собор избирает Михаила Федоровича Романова. Михаил Федорович, вот тут вопрос, который, ну, обязательно должен возникнуть, и на него коротко необходимо ответить, почему не Пожарского? А очень просто, понимаете, есть такие люди, которые, скажем, совершают нечто, а потом отходят в сторону, понимаете, и уходят, можно сказать, даже вот в какой-то степени в частную жизнь. В истории было немало таких людей, например, Гарибальди, вот, или там Боливар в какой-то степени, и так далее. Великие национальные герои, как говорил Герцен, как извозчик, довозят до места и уходят на свою прежнюю работу. И Дмитрий Михайлович в дальнейшем осуществлял очень большую работу, и вот, я могу вам сказать, он же был главой приказов. Да, да, он сделал очень много. То есть министром. Ну, например, вот с 13 по 15 год, это такой интересный момент, он исчезает из всех источников. Похоже, он был не очень доволен избранием Миши Романова. Судя по всему, это было не, это был не его. Судя по всему, у него был другой план. Ему, он понимал, что нужен государский сын, он предпочитал бы крещенного в православии иностранного царевича, например, шведского. Об этом есть. Есть переписка его с Делагарди, когда он говорит, что если Карл Филипп приедет и крестится, то все будет нормально. а так, значит, ну, там тоже, там были страшные, страшная вражда между разными, между двумя братьями, Густавом Адольфом и Карлом Филиппом и так далее. Вот. Дальше. И вот 1617 год, так называемый Королевичев приход. Владислав вырос и хочет отвоевать свою корону. Там Пожарский играет очень большую роль. Он воюет с Лисовским, со знаменитым вот полководцем. И это ведь, по сути, знаменитая битва под Орлом была, когда Лисовский, в общем, был отогнан. И надо сказать, есть описание самим Лисовским этой битвы, оно очень интересно, но сейчас не буду о нем рассказывать. Когда и Пожарский, и Лисовский не знали, что у них происходит, и один думал, что один разбит, другой думал, что другой разбит. И они оба стали на одном месте. И, в общем-то говоря, и в конце концов, Лисовский сел на коней, значит, и, значит, убежал в другое место. 1618 год. Это продолжение, когда он выводит свою армию к Серпухову от Боровска. Он спасает армию Бориса Лыкова и Черкасского, которая сидит в Можайске благодаря темной ночь, град, никто не слышит, поляки не видят ничего. И он выводит эту армию, идет к Москве. Тут, правда, он заболевает. И дальше, во время осады Владислава в Москве он был болен. У него была черная немочь. Но у него бывали такие приступы, то ли сердечные, то ли эпилептические. Мы точно не знаем, это называлось черная немочь. Время от времени его даже вот с фронта вывозили в Москву. Было несколько случаев таким. Но вот 1618 год это последняя военная кампания. Да, это не последняя. Он еще участвовал в Смоленской войне в 1633-34 годах. Участвовал, командовал резервной армией. Он понимал, что Шейн, в общем-то говоря, не тянет на роль главнокомандующего армии. Но сам понимал, что армия недостаточно готова для того, чтобы взять Смоленск. Он командовал в Можайске резервной армией вместе с Дмитрием Мастрюковичем Черкасским. Не допустил проникновения польско-литовских войск на эту территорию. Но у него было очень мало войск. Потом там произошел другая история страшный пожар. Склады у них сгорели. Возможно, была диверсия. Черенки, как он пишет, черенки и лопат даже сгорели. Шанцевые инструменты. Вот. И так далее, и так далее. Но он остается там. А в это же время он руководит целым рядом приказов. Во-первых, с 1616 года сбор пятой деньги. То есть, на военные нужды он руководит сбором пятой части доходов населения. Ну и кончается его деятельность вот в 34-40 году, когда он возглавляет Московский судный приказ. Один из верховных судов России. Вот последний вопрос, который хотелось бы осветить, это когда умирал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Опять-таки, не знаю, правды нет. Легенда, к нему прощаться приходил царь Михаил Федорович. Ну, мы не знаем точно, в принципе. Ну, есть такая версия, но 19-й век, что Михаил Федорович присутствовал на похоронах. Мы этого не знаем. Мы знаем только, так сказать, о его духовную. У него духовную очень интересно, он очень подробно все описывает, духовная грамота, я ее в свое время публиковал. То есть завещание, да? Вот. И он, что интересно, там, ну, в то время как, каждому, многим церквам, монастырям и так далее, значит, напоминание души, там разные вещи. И что интересно, он в этой духовной вспоминает три своих первых битвы. Зарайск, Коломна и Москва, уведение. Это очень интересно. И вот он им тоже завещает определено. Причем это отдельно пишется от всех остальных его пожеланий духовных. Там много интересного очень. Ну, то, что Дмитрий Михайлович Пожарский был не только военачальник, а еще и крупный государственный деятель своего времени, я надеюсь, мы вот за два часа сумели доказать вам, дорогие друзья. А последнее, совсем последнее, что хотелось бы спросить, он был красивый человек. Ну, мы не знаем, к сожалению, как выглядел Дмитрий Михайлович. Сохранились только, ну, две его сабли, сохранились некоторые иконы ему принадлежавшие. Довольно много книг. У него была, видимо, большая библиотека. Вот. Ну, как вы понимаете, портретное искусство на Руси тогда делало только первые шаги, и мы не знаем, как он выглядел. Единственное изображение, 1672 год, то есть уже через 30 лет с лишним после его смерти, и оно, в общем-то, скорее всего, не, так сказать, ну, скажем так, скорее догадка, да? Да, да, да. Собирательный образ. Вот, так что мы не знаем. Вроде бы хромал немножко. А мне вот думается, что он был очень красивый человек. Еще что хотелось бы сказать напоследок. Род князей Пожарских княжеский титул потерял со временем. Ну, пресек все. Нет, просто пресек все. Ну, вот существуют ли сейчас на земле просто Пожарские? Пожарских, людей по фамилии Пожарских довольно много, но они не имеют отношения к Дмитрию Михайловичу, но существуют прямые потомки его, это представители таких семей, как, например, существуют князья Хованские, например, в эмиграции, Долгоруковы, а они потомки Дмитрия Михайловича, дочерей, потомки дочерей. То есть, след, что называется, остался во всех смыслах слова. Да, конечно. Большое спасибо, Юрий Моисеевич, что были с нами в эти два вечера. Это была программа «Вот такая история». С нами был Юрий Моисеевич Эскин, заместитель директора Российского государственного архива древних актов, историк-архивист, ну а вел программу автора-ведущий Михаил Быков. Вот такая история. Но это еще не все.